Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 ноября, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Виктора, Стефаниды, Федора, Максима, Евгения, Стефана. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Также в этот день мы вспоминаем святого мученика Викентия, который является небесным покровителем, дорогого нашему сердцу митрополита Викентия, управляющего среднеазиатским митрополитичным округом, с которым Господь судил 12 лет служить, молиться и впитывать в себя ангелоподобное служение, поскольку все устремление Владыки Викентия было и остается устремлением к небу. И когда иной раз обеспокоишься, ну, судя по себе, по своим немощам, а как же так, Владыка работает в таком режиме и не болеет? Отец Дмитрий однажды по этому поводу заметил, ну как, инфекция к ангелам не может прилипнуть? Дорогой Владыка Викентий, наша любовь к вам не охладевает, и в молитвенной памяти мы всегда искренне желаем вам спасения во Христе, радости мира от Духи Святого и помощи Божией в вашем нелегком новом послушании. С днем ангела, дорогой Владыка! Сегодня же мы совершаем память святого великомучника Мины. Египтянин по происхождению, воин по роду занятий, святой Мина, как истинный христианин, не мог наблюдать за гнусными жертвоприношениями идолом, потому оставил армию, город, людей, все прочее, и ушел на пустынную гору. Легче было ему жить с дикими зверями, чем с нечестивыми людьми. Как-то раз издалека прозрел святой Мина языческое празднество в городе Катуани, и потому спустился в этот город и перед всеми исповедовал свою веру у Христа. Христа, Бога Живого, а идолопоклонство, язычество изобличил, как ложь, мрак и бесовщина. Князь того города, некий Пир, спросил Мину, кто он и чем занимается. Святой ответил ему, «Отечество мое Египет, зовут меня Мина. Был я офицером, но, видя поклонение идолам, отрекся от ваших почестей. Сейчас пришел я для того, чтобы перед всеми исповедовать Христа моего истинным Богом, дабы и Он исповедовал меня своим служителем в Царстве Небесном». Услышав это, Пир предал святого Мину лютым истязанием. Били его, строгали железными щетками, опаляли свечами, подвергали другим пыткам, пока, наконец, не усекли мечом. Тело его бросили в костер, чтобы христиане не забрали, однако верующие все-таки спасли из огня некоторые части тела. Эти останки они с честью погребли. В дальнейшем их перенесли в Александрию, положили в основание церкви. Святой Мина пострадал около 304 года и приставился в Царство Христово. Однако был и остался великим чудотворцем всей и будущей жизни, и на земле, и на небе. Кто бы не честовал святого,